Продолжение следует... В этом году в рамках инициативного бюджетирования получено 6 заявок. Большинство проектов касается благоустройства территории, организации парковок, мест для отдыха, детских и спортивных площадок. В этом году в рамках инициативного бюджета, которые мы не все купили, а именно дом 4, 5, 6, 15, 15. Один из довольно необычных проектов представила жительница микрорайона «Эковидная» Елена Шантер. Его цель – организация досугового места, создание амфитеатра на территории микрорайона. Проект вызвал немало споров. Такой проект, он не соответствует их идеям. Мы сегодня решение не выносим, мы сегодня просим документы для того, чтобы добавить надо смотреть. Поэтому я считаю, что пока что да, а потом будет... Но здесь вопрос? Да, да. Но здесь вот есть вопросы, которые еще действительно требуются... Такое место необходимо. Предложение поддержать, доработать, сделать аккуратно, что может что-то, что цена была таки побольше. Жители микрорайона «Эковидная» уже имеют опыт участия в инициативном бюджетировании. В прошлом году здесь было реализовано три проекта, один из них – спортивная площадка. Елена признается, что хоть и волновалась, была уверена, что проект примут к рассмотрению. Волновалась, да, немного, но мне казалось, что проект достаточно требуемый населением и нашим районам. Боялась того, что будут задавать вопросы по нашей визуализации, как раз по отсутствию крыши, которая нужна, и по поводу того, как оно будет выглядеть именно у нас на берегу, который идет под наклоном. Участие в подобных проектах жителей – дело выгодное. Сами они вкладываются чисто символически и имеют возможность жестко контролировать исполнителей. А львиную долю расходов по проектам несут районный и городской бюджеты. Финансирование у нас осуществляется из трех источников. Первый – это основной источник бюджета Ленинского муниципального района. Составляет он более 75% в общей доле от суммы проекта. До 25% – это у нас бюджет поселения, потому что на территории поселения вопросы благоустройства относятся к их компетенции, к полномочиям. Ну и жители до 10%. Ну здесь могут как и жители сами, непосредственно физические лица участвовать в реализации проекта. Также и коммерческие организации, которые имеют право финансировать данный проект. Для того, чтобы идея воплотилась в жизнь, нужно сделать немало. Создать инициативную группу, подготовить проект, защитить его на конкурсе. Но эти усилия будут не напрасны, ведь речь идет о создании комфортной среды жителей. Максим Козлов, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.